Наталья каждое лето проводит свой отпуск на российских курортах, поэтому проблемы с выбором места отдыха в этом году не было. С дочкой Татьяной в середине августа они отправятся в Сочи. Мы ездим в определенный пенсионат, нам там очень нравится под Сочи, и как бы все устраивает, и ценовая категория, и в общем-то хороший чистый пляж, свободный пляж всегда. Поэтому мы ездим туда каждый год. Галина планировала поездку в мае, но из-за пандемии ее пришлось перенести на сентябрь. Водный туризм – это по Волге, до Костромы обратно. Сейчас что-то для себя выбрал, мне очень нравится путешествие по рекам России, это очень красиво и познавательно. Многие видновчане предпочитают отдыхать на территории России, еще из-за того, что пока остерегаются выезжать за границу. Мы в России только, в Краснодаре, в Голубицком, Анапа, Крым, больше никуда границы ни в коем случае. Мы ездим на машине сами. У нас там знакомые есть, познакомились, и мы туда ездим отдыхать каждое лето. Нет, не планирую. В этом году нет. Только из-за всяких вот этих ковидов я пока не планирую и не собираюсь именно в этом году. Также большинство опрошенных жителей нашего города выбирают отдых на даче или и вовсе хотят продолжать работать. На даче, на даче. Немного времени осталось для того, чтобы заработать денежки, а то мало ли еще что-нибудь позакрывают. Поэтому лучше пока поработать. О программе по компенсации за отдых, проведенной на территории России, многие слышали, но мало кто на нее рассчитывает. Ну, вы знаете, как обычно, так сказать, мы вам много чего хорошего даем, потом начинается вот это вот, как в банках пишут мелким шрифтом, и оказывается, что, в общем, это не получается. Отдых в России в условиях пандемии – это будет основной выбор для большинства наших соотечественников. Пока путешествовать по родным просторам намного проще, чем отправиться за границу. А возврат денег за путевки будет распространяться только на туры с 15 августа по 20 декабря. К сожалению, получить компенсацию за отдых на Черном море можно будет только лишь в межсезонье – с 1 октября по 20 декабря. Но это должен быть именно тур, а не авиабилеты.